Ульяновская правда Журналист Народной газеты Игорь Улитин побывал на первой в этом году и долгожданной в принципе весенней ярмарке. Она прошла в железнодорожном районе города Ульяновска. Улитин рассказывает, что на проспекте Гая выстроились прилавки с мясом, медом, овощами, молочными изысками и другими продуктами. Традиционно на ярмарочной торговле цены ниже магазинных. Напомню график по датам и районам городских ярмарок. 10 апреля в городе Дмитровграде на площади Советов и в городе Новоульяновске на площади Ленина. 17 апреля в Засвияжском районе улица Октябрьская на территории торгового комплекса «Звезда». И 24 апреля в Заволжском районе на проспекте Ульяновский. Поспешите напомнить свои авоськие продукции местных производителей. Очередные вкусные рецепты блюд, которые можно есть во время поста, предлагает читателям Народки раздел «Гурман». Мясо, в котором содержится необходимый для организма строительный элемент белок, можно заменить, например, фасолью. Овощи даже в приготовленном виде дают организму необходимые витамины и минералы. Подробнее о том, как вкусно и полезно приготовить гречневую кашу и овощную икру, читаем на страницах популярного еженедельника. Идеальный план уборки поможет составить рубрика «Польза и дело». Здесь, по шаговой инструкции, предлагаемой известным японским специалистом по наведению порядка Мари Кандо, можно узнать, куда убрать книги и бумаги, как стоит развешивать одежду, с какими сувенирами можно расстаться без печали и многое другое. Ристаем Народку с пользой. Традиционно в заключении обзора на Народную газету напомню про интересный сканворд и телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах общественно-политического еженедельника. В общественно-политической газете «Ульяновская правда» колонка Олега Долгова занимательно сообщает, что 26 марта Репьевский крупозавод отгрузил первую партию перловой крупы в Израиль. Основным видом деятельности завода является переработка сельскохозяйственного сырья, крупяных культур, а также сбыт готовой продукции – перловки, пшена, гречки, гороха. Кроме того, на предприятии налажено производство ячменной муки высшего сорта, а также цельнозерновой муки тонкого помола. Организация успешно реализует свою продукцию не только на территории региона, а также и за рубежом. Подробнее в материале из Репьевки в Израиль. Национальные издания на прошлые 7 дней информацию не предоставили. Будем надеяться, что у них все в порядке. Ждем новостей на следующей неделе. Перехожу к районным газетам. Еженедельник Ульяновского района «Родина Ильича». Журналист Ольга Дмитриева поздравляет победителей Дыши Ульяновского района, которые стали призерами второго всероссийского конкурса «Вдохновение», прошедшего с 26 по 28 марта в Ульяновске. Конкурс, учрежденный Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области, объединил в себе несколько творческих испытаний, среди которых солнечные переборы, шесть весенних струн и многие другие. География конкурса достаточно обширная. Участники представляли Ульяновскую область, Самару, Тольятти, Казань и Саратов. Подробнее на страницах районки. Журналистка старомайнских «Известий» Ирина Ковцева рассказывает о том, что в редакцию сельского еженедельника «Си» поступило письмо от учеников 9-11 классов Краснореченской школы. В нем ребята от имени односельчан благодарят за труд сельского фельдшера. Они рассказывают о том, что хороший сельский медик врачует не только тело, но и душу. Много положительных отзывов о своей работе заслужила фельдшер ФАПа села Красная река Надежда Викторовна Лаврентьева. За 42 года работы в сфере медицины Надежда Викторовна очень многим людям оказала необходимую медицинскую помощь. А совсем недавно она вышла на заслуженный отдых. Подробнее в колонке на страничках районки. Еженедельник «Новое время» базарно-созганского района обеспокоен участившимися случаями кражи мусорных контейнеров. Первый случай произошел 6 февраля в селе Проломиха Индинского района. Через неделю инцидент повторился уже в базарном Созгане на улице Вокзальной. По факту обеих краж между муниципальным отделением МВД Индинские возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Общая стоимость ущерба составляет 40 тысяч рублей. Мария Колодина побеседовала с ученицей третьего класса базарно-созганской школы номер один Катей Полушкиной, которая учится на отлично, много читает, занимается танцами и мечтает стать хореографом. В регионе проходит год детской книги, поэтому журналисты интересуются, что сегодня читают современные дети. Подробнее на страницах районного еженедельника. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Горячие новости областной универсиады по шахматам. Александр Агапов рассказывает, что абсолютным триумфом Ульяновского госуниверситета завершился студенческий турнир. Шахматисты УЛГУ выиграли как мужской, так и женские зачеты, подвинув с вершины политех. Агапов отмечает, что чемпионский дубль участников из УЛГУ состоялся на территории и главного конкурента в шахматном клубе УЛГТУ. Итоговые положения можно посмотреть в табличке, а интригующие подробности в статье «От золотых шоколада к золотым медалям». Также другие грандиозные новости из спортивной жизни региона читаем в популярном вестнике «Чемпион». Шеф-редактор информационного портала «Улправда.ру» Екатерина Рассашанская отыскала главного пианиста Ульяновской области, который на этой неделе отметила юбилей. Ей оказалась директор Дмитровградского музыкального колледжа Ирина Алексеевна Казаченко. Сил, планов и вдохновение у фортепиановой педагога на 100 лет вперед. Возраст Казаченко не скрывает, в свои 65 лет она не намерена сбавлять обороты, готовой дальше руководить родным музыкальным колледжем и обучать игре на фортепиано студентов. К тому же Ирина Алексеевна запустила в музыкальном колледже проект «Виртуальный концертный зал», который пришелся по душе не только студентам, но и всем почитателям классической музыки. С 2013 года под ее руководством на базе концертного зала колледжа реализуется проект «Малая филармония». Это более 60 концертных мероприятий, межрегиональные, региональные муниципальные конкурсы и фестивали. Подробнее в материале в музыке черпаю силы. Портал «Медиа-73» сообщает об открытии юбилейной персональной выставки народного художника России Аркадия Ягуткина. Выставка открылась в Музее изобразительного искусства XX-XXI веков, которая посвящена 85-летию художника. Поздравить юбиляра приехала глава региона Сергей Морозов. Он выразил восхищение в адрес творчества и личности Ягуткина. Также присутствующие на выставке гости и друзья с теплотой отзывались о юбиляре. Подробнее на сайте «Медиа-73». Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа-73. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный и любопытный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова